Когда мы узнали о этой инициативе и о том, что вопрос обсуждается достаточно серьезно, мы сделали опрос среди основных участников внешнеэкономической деятельности, а это и крупные, и средние импортеры, которые уже зачастую больше 10 и 15 лет работают на этом рынке. И они отмечают, что, конечно, за последние годы существенно улучшилась работа как федеральной таможенной службы с точки зрения контроля за ввозимыми товарами, так и постепенно год за годом оптимизируется работа и пограничной ветеринарной службы. Но что беспокоит участников внешнеэкономической деятельности? Понятно, что поднадзорная продукция, которой занимаются наши члены, это мясо, мясопродукты, животные, племенные, чистокровные, чистопородные или на убой какие-то, это семя и так далее, это очень особый товар. С одной стороны, это продукция, которая априори несет в себе определенные риски, риски заноса заболеваний или риски для потребителей этой продукции. И такие риски должны отслеживать все-таки профессионалы. Это невозможно отследить только по документам. Не профессионалы, это очень сложно увидеть взглядом, бросив взгляд внутрь контейнера. Повторяю, это очень особый товар. И здесь, наверное, нужно идти не по пути передачи этих полномочий от ветеринарной службы, повторяю, профессионально занимающейся этим вопросом, федеральной таможенной службы, чтобы как-то еще оптимизировать работу на границе. А в рамках тех полномочий, которые исполняет сегодня ветслужба, это тоже можно оптимизировать. Например, с федеральной таможенной службой у нас уже начинает работать так называемый зеленый коридор для участников внешнеэкономической деятельности, который отвечает определенным критериям. И наше впечатление, что такой же зеленый коридор, если мы хотим еще ускорить оформление товаров на границе, можно было бы создавать и в рамках ветеринарного надзора и контроля на границе. Это первое. Второе. Конечно же, беспокоит и то, что когда мы профессионально останавливаем потенциально небезопасную продукцию на границе, то ущерб для участников бизнеса, он меньше, ежели в дальнейшем эту продукцию будут обнаруживать уже внутри страны. И фактически этот ущерб будет для бизнеса больше. Как правило, это будет уничтожение всей партии, а не возврат. Его уже невозможно, эту продукцию невозможно будет вернуть экспортеру. И с другой стороны, мы увеличиваем риски. Ведь искать внутри страны, когда партия уже разбилась на многие десятки, а бывают сотни партий, ну, с нашей несовершенной, на самом деле, системой или отсутствием системы прослеживаемости будет невозможно. Поэтому мы считаем, что было бы целесообразно сохранить профессиональных представителей ветслужбы на границе. Любая страна заинтересована и в защите своей эпизодической ситуации, обеспечении биологической безопасности, пищевой безопасности. И граница должна быть на замке и в этом плане, с точки зрения заноса вирусов, болезней и так далее. И одновременно, повторяю, нужно искать инструменты и механизмы совершенствования этой работы, чтобы грузы по причине необходимости досмотра не стояли там лишнее время, что вполне возможно в рамках уже даже текущей ситуации. Вот такой наш взгляд. Надо оставить так, как есть. Спасибо.